Всем привет! С вами Вася из Нью-Йорка. Сегодня хотелось бы затронуть самую такую обычную тему жизнь в Нью-Йорке на зарплату самого обычного человека, работяги. На примере моей прошлой работы я был портером. По-русски, если это разнорабочие в домоуправлении. Просто аналога этой профессии в России в домоуправлениях просто нет. Например, подстричь газон, помыть окна, пропылесосить где-то, мусор перетащить, вот эти мешки огромные. В общем, обычные такие бытовые нужды по хозяйству в обычном жилом многоэтажном доме Нью-Йорка. В месяц после вычета налогов чистыми у меня выходило 2200 долларов минимум. Там периодически бывали разные бонусы, всякие доплаты, но минимум выходило 2200 долларов в месяц, 550 долларов в неделю. Никаких авансов, просто раз в неделю получаете чек, 550 баксов. Эта зарплата считается очень маленькая, зарплата небольшая, но смотрите, в тот момент, когда я смотрел варианты квартир, в принципе, и сейчас их можно найти. Однокомнатная квартира, студия в Нью-Йорке это называется, стоит примерно 1200, уже нормальная, возле метро. Если хотите подешевле, то можно и за 1000 найти долларов в месяц. Это будет где-нибудь там на Стейтен-Айленде, например, или где-нибудь в частном доме на Брайтоне, я тоже видел такие объявления. В общем, примерно 1200. И на 1000 долларов в месяц, в принципе, можно спокойно-таки жить, и сможете даже откладывать. На питание у меня обычно уходит 200-300 долларов в месяц. Это с учетом того, что я иногда покупаю креветки, семгу, фрукты, вот черешню недавно покупал, хотя сейчас январь. В принципе, я бы не сказал, что я себя в чем-то ограничиваю или на чем-то экономлю в плане еды. То есть еда без заморочек. Вот мне сегодня хотелось семги соленой, слайсы, вот такая порезанная филе. Я сходил и купил примерно грамм 200 или 300. То есть на еде вы, в принципе, экономить не будете. Если для вас это дорого, можете пойти в фудбанк и питаться там. В фудбанке это бесплатно, это благотворительная организация. Туда вы приходите, еды набираете. Но туда ходят те, кому действительно нужно. У кого действительно финансовые проблемы. Я в фудбанках был несколько раз. Я сейчас туда не хожу, потому что мое финансовое состояние, я считаю, немножко получше стало. Но если приспичит, в принципе, я, конечно же, пойду, потому что неизвестно, что будет впереди, какие траты. Но сейчас я не хожу. Но кому, если нужно, кто новенький в Америке, не забывайте, что существуют фудбанки. Это действительно очень хорошая помощь. Итак, смотрите. Примерно 1200 стоит аренда квартиры. 1200. На еду примерно 300 долларов возьмем. Ну, это максимум для одного. От нуля до 300 долларов. Разные коммунальные платежи. Это электричество и газ. Я уже не в первой квартире живу, только эти. Это примерно 50 долларов на одного человека уходит в месяц. Я здесь трачу, в принципе, как в России. Тоже не экономлю. Какие еще траты? На метро примерно 120-130 долларов в месяц туда-назад. Но если такая зарплата, вы можете найти работу возле дома и не ездить никуда. Потому что такая зарплата всегда где-нибудь рядышком есть. На метро 120, сотовые 50 или 30 долларов в месяц. Обычно люди объединяются с кем-то, получается тариф типа семейного. И, в принципе, 30 или 50 долларов в месяц безлимит будет нормальный. Вот, смотрите, получилось примерно 1700 в месяц. На одежду я не считаю, потому что это траты небольшие. Но вот я два года назад купил себе пуховик или, как это сказать, Аляска, парка, это еще называется. Tommy Hilfiger за 150 баксов оригинал. И у меня ее на несколько лет хватит, потому что качество хорошее. И вся одежда, в принципе, здесь реально хорошего качества. И бренды здесь стоят недорого. То есть здесь спокойно можно купить Adidas, Nike, не париться. И даже носки будут какие-нибудь там Adidas и трусы Келин и Клянь, если вы это хотите. В этом нет ничего такого. И эти траты, они небольшие, я их, в принципе-то, и не считаю. Ну, то есть спокойно с такой работы в месяц 500 долларов минимум можно откладывать. Напоминаю, если хотите сэкономить, сходите в футбанк или покупайте еду подешевле. Можете черешню в январе не покупать в Нью-Йорке, и тогда будете тратить меньше. Если на режиме экономии, так там вообще сможете прилично откладывать в месяц. Ну, то есть на такой обычной работе зарплатой 2200 разнорабочего с дома управления в Нью-Йорке. Можете спокойно жить в однокомнатной квартире, например. И нормально питаться, нормальную одежду носить и откладывать спокойные деньги или кому-то помогать у себя на родине. Что касаемо электроники и сотовых телефонов. Наши люди очень боятся кредитов, потому что в России кредитная система немножечко отличается от кредитной системы в Америке. Здесь очень важен ваш кредитный рейтинг. Без кредитного рейтинга вам даже квартиру не сдадут в аренду. Поэтому он очень важен. Причем, если вы, например, берете сотовый какой-нибудь там последний айфон за 1200 долларов, какой-нибудь 13-й Pro Max, не помню, 1100, 1200, 1300 он стоит. Это уж не так важно. Если берете в кредит его, то никаких скрытых платежей, никаких страховок не берете, то в месяц он примерно 50-70 долларов будет, смотря на сколько будете брать его. Ну, в среднем полтинник будете платить в месяц к сотовому телефону, но это реально очень дешево. Страховка на случай механической поломки и дополнительная страховка, если вы хотите, она стоит примерно, как я брал, 18 долларов в месяц. Ну, тоже это траты такие небольшие, что их можно, в принципе, не считать. Если все вместе наберете, часы, какие-нибудь там наушники, AirPods Pro, блин, зарядить мне их надо, кстати, часы Apple, какие-нибудь там последние, сам айфон, несколько чехлов, будете в месяц платить примерно 150-190 долларов. Первый год, в последующий год примерно уже 100 долларов, плюс-минус. Тоже вполне такие обычные траты, но эта электроника у вас будет еще на несколько лет вперед, ее, в принципе, хватит. И напоминаю, у вас уровень жизни будет самого такого обычного работяги из дома управления в Нью-Йорке, не какой-то там суперкрутой инженер. Потому что, давайте вспомним какой-нибудь аналог в Москве или в Челябинске. Кто сможет спокойно арендовать однокомнатную квартиру нормальную возле метро, хотя в Челябинске метро нет, возле метро, чтобы спокойно за нее платить, ходить каким-нибудь там с айфоном 13 Pro Max или 12 Pro Max, наушники эти AirPods, которые в Америке самые обычные считаются, даже у школьника, носить бренды типа Кельвин Кляйн, Тони Михаил Фигер, Nike, Adidas и вообще не париться. И питаться с семгой, питаться спокойненько. Когда хотите, тогда и купили. Ананас, чтобы у вас всегда был, манго, креветки. Жить в отдельной квартире и еще и откладывать немножко денежек. 500 долларов. Если прям совсем шокуете, можете и 300, и 200 отложить, что тоже, в принципе, неплохо для такой работы. Но если будете экономить, то вы отложите и больше. Так что, кем надо работать, например, в Москве, чтобы снимать однокомнатную квартиру, носить бренды Tommy Hilfiger, Kelvin Klein, ходить с айфоном, хорошо питаться, не отказывать себе в еде и еще откладывать деньги. Кем надо работать в Москве или в Челябинске? В Нью-Йорке надо работать простым разнорабочим в дому управления. В самом обычном, ни в каком не в элитном. В самом обычном дому управления, самого обычного дома. Это если по-русски. По-английски, в американском английском, это Porter Management Building. Которая вообще к телефону... По-русски это разнорабочий. Вот вам простой пример. Такой человек, по-моему, в Челябинске, получает 20, от силы 20 с хвостиком, тысяч рублей. Я смотрел за ртланты. Я давай создам тебе просто... Ну, блин, есть ли смысл сравнивать? Америка – это совершенно иная страна, где люди живут совершенно по-другому. И я, когда работал простым разнорабочим в дому управления, в таком билдинге, я чувствовал себя совершенно спокойно и уверенно. Я еще не напомнил, что периодически были премии. На Новый год какие-то там праздники. И так как ты работаешь в жилом доме, там люди тебе могут какую-нибудь там мебель отдать. У меня, например, серебряные рюмки валяются. Тоже люди кучу мебели хорошую отдают. Потому что Америка – это страна, где люди помогают друг другу. Все в стране новенькие. Об этом кто-то узнает. Вам сразу же, скорее всего, помогут. Предложат что-нибудь вам дать. Потому что новеньким людям нужно помогать. Да и, в принципе, Америка – это страна, где люди друг другу помогают. Это сытая страна, если говорить простым языком. Сытая страна с людьми, у которых уровень вот этой пирамиды масло уже первый, уже есть, он уже забит. То есть у людей спокойно есть деньги на предметы первой необходимости, на еду, на одежду, на оплату коммунальных услуг. Поэтому люди могут быть добрее и могут друг другу помогать. До этого я смотрел, как можно жить в Нью-Йорке на минимальную оплату труда, ну, МРОД по-русски. В принципе, жить тоже можно. И у людей это получается. Но так же, как в России, далеко не все работают на МРОД, так же и в Нью-Йорке. Далеко не все работают на минималку. Если человек работает в Нью-Йорке на минималку, значит, у него есть на то причины и основания. Потому что, как правило, зарплата больше. Ну, хотя бы на 2-3 доллара в час, но она больше. А это уже в годовом эквиваленте, это очень сильно ощутимо. Ну, в общем, вот такие дела. В принципе, вы, работая каким-нибудь разнорабочным домом управления, сможете таким образом себе откладывать на отпуск и проводить его где-нибудь в Майами. В каком-нибудь отеле на 1-й, 2-й береговой. В принципе, что я и делал. В Майами я был 2 раза. В мае будет 3 года, как я живу в Нью-Йорке. То есть, обычный самый человек, на самой обычной работе в Нью-Йорке, простой работяга может спокойно жить. А если вы будете жить вдвоем с кем-то, там уже одна комнатная или двухкомнатная, если по-русски, то вы, разумеется, будете намного больше экономить. Потому что вдвоем все равно получается экономнее. Аренда дешевле, на питание меньше тратите. Да и вдвоем, в принципе, как-то и жить проще. Ну, вот, в общем, такие дела. Скажите, как вам такая тема? Если вам интересно, появились какие-либо вопросы, то пишите, я вам отвечу. С вами был Вася из Нью-Йорка. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok